Добрый день, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на канале Клагемау РТФу Стена Плача. В продолжение темы о двойных стандартах и двойной морали сегодня мы поговорим об Америке. Министр иностранных дел США Джон Керри перед началом сирийской конференции жестко осудил применение пыток и в связи с этим исключил возможность присутствия президента Асада в предполагаемом временном правительстве Сирии. Наряду с тем фактом, что эти упреки в совершении пыток не имеют никаких доказательств, можно было бы на основании этих ясно высказанных США слов ожидать, что они сами придерживаются этих правил. Но что касается пыток, это как раз не соответствует действительности. Сам Пентагон на основании следственных материалов должен был признаться в том, что в Ираке в американских лагерях для заключенных применялись пытки. Согласно военным сообщениям, заключенные при этом подвергались еще и сексуальному насилию. Кроме того, на заключенных натравливали собак, которые их кусали, к тому же на глазах родителей насиловали их детей, а некоторые люди подвергались насильственному контакту с кислотной средой. Достаточно широко известны факты постоянных нарушений прав человека в американском лагере для заключенных Гуантанамо на Кубе. И в Афганистане американские солдаты постоянно пытали людей. Заключенные сообщают, что их месяцами держали в полной темноте и круглосуточно оглушали музыкой. Другие целыми группами были заперты в клетках, им запрещалось разговаривать друг с другом, и каждые два часа их поднимали для переклички. Многие из этих заключенных годами были заперты без обвинительного приговора и судебного разбирательства. В 2002 году американская тюрьма Баграм в Афганистане стала печально известной, когда двух заключенных приковали цепями к потолку и жестоко избили до смерти. Говоря об этих пытках, речь не идет об единичных проступках отдельных охранников-садистов, но о практике, покрываемой и одобряемой высшими инстанциями США. Длительное лишение сна и так называемая пытка водой, при которой человека кладут на спину и заливают водой область рта и дыхательных путей, и при этом человеку кажется, что он тонет, во время правления Буша были легальными. Состоящие в то время на службе министры Альберто Гонсалес и Майкл Чертов составили официальный документ, согласно которому пытки до смерти считались приемлемыми. Перед лицом этих ужасающих фактов необходимо заметить, что США сами не соответствуют тем требованиям, которые министр иностранных дел Джон Керри предъявил правительству Асада. Дорогие зрители, давайте зададимся вопросом, почему американское правительство позволяет себе применение двойных стандартов по отношению к разным странам мира? На этом мы прощаемся с вами. До следующих встреч. Продолжение следует...